О Ржевской битве знают абсолютно все. Она проходила с 5 января 42 года по 21 марта 43 года. Эта битва стала одним из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Однако мало кто знает об операции под названием «Зэдлиц». Именно эта операция является самой трагичной операцией всей Ржевской битвы. Советское правительство старалось не признавать существование этой операции, да и официального названия у неё как такового нет. Сегодня я вам об этой операции и расскажу. Друзья, хотим порекомендовать вам курс «Рассказы из русской истории», посвященный 18 веку от наших друзей Лекторий Достоевский. Курс о Великой Эпохе и выдающихся личностях от Петра I до Павла. Достижения, прорывы, неординарные решения, тайны правителей русской империи, заговоры, скандалы, закулисные интриги, личные драмы и удивительные совпадения. 18 век для России – это время великих завоеваний, славных побед и выдающихся открытий. Только здесь можно найти ранее неизвестные факты и подробности личных переписок. Переходите по ссылке в описании к видео, смотрите курс «Рассказы из русской истории», посвященный 18 веку и подписывайтесь на канал Лекторий Достоевский. В феврале 1942 года советские солдаты провели неудачное наступление на Вязьму, в результате чего на юго-востоке и на юго-западе от города в окружении попали крупные силы Западного фронта. На северо-западе Вязьмы войска Калининского фронта пытались вклиниться в немецкую оборону, однако были остановлены немецким сопротивлением. В итоге получился огромный по площади выступ, который соединялся с остальным фронтом лишь узким перешейком шириной около 30 км. Обороняли перешейку войска 22-й и 41-й армии. На самом выступе находились войска 39-й армии генерала Масленникова и 11-й кавалерийский корпус. Всего же было 8 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии. Советское командование прекрасно понимало, что положение выглядит очень опасным, так как немцы без особых проблем могут отрезать советские войска. Однако выводить 39-ю армию никто не захотел. На это было несколько причин. Во-первых, советское командование считало, что группы армий Центра обессилены и вести наступательные действия уже не смогут. Во-вторых, пока захватывали эту территорию, у советской армии были большие потери, и советское командование не хотело оставлять эту территорию просто так. Также они планировали ее использовать для следующего наступления на Вязьму. Немецкое командование прекрасно видело, что происходит на поле боя, и они не хотели, чтобы у Советского Союза оставался этот плацдарм. Немцы боялись, что благодаря этому плацдарму красноармейцы могут окружить все немецкие войска на Ржевском выступе. Советское командование было право. У группы армий Центр на самом деле было очень мало сил. На одну дивизию приходилось около 40 километров фронта, поэтому немцы решили сначала уничтожить окруженные войска 33-й армии, а позже уже и группу генерала Белова во время операции под названием Ганновер. После этого немцы перешли к операции Зейдлиц. Цель операции была простой – окружить и уничтожить все советские войска, которые проникли в немецкую оборону. Для этих целей немцы собрали достаточно много войск. В четырех танковых дивизиях было более 300 танков. Помимо прочего, существенную роль сыграла кавалерийская группа полковника фон Медена. В нее включили три кавалерийских полка, созданных из разведывательных эскадронов разных дивизий. Группа могла выполнять задачи даже в очень сложной местности, например, там, где вообще не было дороги – в лесах и болотах. Сухопутные силы поддерживало почти 100 самолетов. И 2 июля немцы перешли в наступление. С севера, где было самое узкое место перешейка, удар нанесли две танковые и две пехотные дивизии. Кавалерийская группа фон Медена совершила бросок и вышла в тыл советским войскам. С юга, навстречу с северной группе, наступала танковая и пехотная дивизия группы Эзабека. Несмотря на то, что советские войска упорно сопротивлялись и даже смогли нанести контрудар танковой бригадой, всего через каких-то три дня, 5 июля, немцы замкнули кольцо. Советские войска оказались в окружении. Кроме всей 39-й армии и кавалерийского корпуса, в окружении оказались три стрелковые дивизии и танковая бригада. Также в окружении были части еще двух дивизий – 41-й и 22-й армии. За день до этого, 4 июля немцы начали наступление с востока силами танковой и двух пехотных дивизий. Они хотели рассечь только еще формировавшийся котел на части, в результате чего 6 июля в окружении оказались две группировки – южная и северная. Советское командование разрешило своим войскам отходить только лишь 5 июля, однако к этому моменту об отходе уже и речи быть не могло. Теперь войскам нужно было прорываться из окружения. Вести организованную оборону в окружении было невозможно, так как наладить снабжение советской армии не могла из-за отсутствия нужного количества транспортных самолетов. У советских войск остался один выход – это бросить всю тяжелую технику и с боями прорываться из окружения. Были случаи, когда из окружения удавалось выйти крупным группам по несколько тысяч человек. Спустя некоторое время из окружения удавалось выйти лишь небольшим отрядом. Самое интересное, что из окружения советские войска выходили на разных участках фронта, а не только на запад. Некоторым удавалось прорываться даже на восток. 13 июля немецкое командование сообщило о том, что операция «Зейдлис» успешно выполнена и все советские войска ликвидированы. Но окруженные советские солдаты продолжали сопротивляться. Некоторые группы прорывались из окружения вплоть до 22 июля. Только на следующий день, 23 июля, 39-я армия и 11-й кавалерийский корпус исчезли из свода Калининского фронта. Немецкое командование позже признали, что эти бои были для них невероятно тяжелыми. Потери 9-й армии с 1 по 20 июля составили 7107 человек, из которых 1381 убитыми. Танков на ходу осталось не более сотни. Это менее трети от того, что было перед началом операции. Из немецких сводок следует, что в плен было взято более 50 тысяч советских солдат. Было захвачено 226 танков и 763 орудия. 14 июля, почти сразу после того, как немцы сообщили об уничтожении крупной группировки советских войск в ходе операции «Зейдлиц», Советское информационное бюро выпустило опровержение, заявив, что юго-западнее Ржево на самом деле шли локальные бои. Немцы пытались окружить советские войска, но понесли серьезные потери в живой силе и танках, в результате чего они решили отступить. Советские потери составили около 7 тысяч человек убитыми и ранеными. Еще примерно 5 тысяч пропали без вести, но большинство из них ушли к партизанам. Если верить справочнику, Россия и Советский Союз в войнах 20 века, потери вооруженных сил под редакцией Григория Кривошеева. Потери советских войск в этой операции составили 20 тысяч 360 человек, в том числе безвозвратные 7 тысяч 432 человека. Однако данные Калининского фронта по итогам операции показывают потери в 61 тысячу 722 человека, из которых 47 тысяч 72 пропало без вести. Если вы внимательно смотрите и слушаете ролик, то вы заметили, что число пропавших без вести очень близко к количеству захваченных немцами пленных. Большие потери были и среди высшего командного состава. Погибли заместитель командующего 39-й армии генерал-лейтенант Богданов Иван Александрович и начальник штаба армии генерал-майор Мирошниченко Павел Петрович, заместитель командующего 22-й армии генерал-майор Александр Дмитриевич Березин и многие командиры дивизии. По результатам операции часть дивизий и весь 11-й кавалерийский корпус прекратили существование. Остатки частей и соединений, сохранивших знамена в тылу, были созданы заново. Сама 39-я армия была восстановлена путем переименования резервной 58-й армии. Итогом операции «Зейдлет» стало окончательное формирование Ржевского выступа. Его центром стали две железнодорожные магистрали. Одна шла от Москвы через Ржев на Великие Луки, а вторая из Торжка через Ржев и Сычевку на Вязьму. Некоторые историки заявляют, что ценой упорного сопротивления советским войскам удалось не допустить переброску на юг серьезных сил вермахта, которые были скованы боями под Вязьмой. Но такое утверждение ни на чем не основано. Немецкое командование летом 42-го года планировали осуществить новый удар на Москву силами группы армий «Центр» и не собирались никуда ничего перебрасывать. А огромные потери, понесенные Западным и Калининским фронтом в ходе нескольких неудачных операций, дали немцам дополнительную передышку для организации обороны на Ржевском выступе. Друзья, о каких еще малоизвестных битвах Великой Отечественной войны вы знаете? Напишите о них в комментариях, будет очень интересно почитать. А если видео понравилось, то не забудьте поставить лайк и поделитесь этим видеороликом с друзьями. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, в нем много исторических и интересных фактов, которые Ютуб не разрешает публиковать. Ссылку на канал я оставил в описании. Спасибо за просмотр, счастья, удачи и до скорых встреч!